Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы наблюдали довольно-таки душещипательную сцену, потому что сестра убила сестру. Ну, можно сказать просто так, да? Я пришёл за зеркалом. Держи. Вот тебе сто оренов. Так, зеркало есть. Дом кузнеца. Так, давайте-ка заглянем в дом Салтыса. Я же ему должен отдать голову. Одного из водяных. Здорово, Салтыс. Твоя репутация бежит перед тобой. То есть? Пять чудовища мертвые. Это заслуживает награды. Говорят, что этот рунный камень очень могущественный. Возьми его. Окей. Есть работа для Ведьмака. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь, похожая на рыбу с ногами. Говорят, что гробница в полях логово чудовища. У него огромные зубы. Похож на помершую тещу. Награды за этих тварей? И принеси доказательств? Я убил рыболюда. Я убил рыболюда. Боги мои, что это? Вот 800 аренов и убери отсюда эту гадость. Да ладно тебе. Я пришел пообъявлению. Ах да, объявление. Пока ничего. В сель. Ага. То есть как-то так, да? 800 аренов. О, новый уровень. Новый уровень это замечательно. Давайте как раз его поднимем. То есть у нас есть зеркало. У нас есть, в принципе, подношение от людей. Для владычицы. Но для начала поднимем уровень все-таки. Для убийцы монстров здесь работа всегда. Где тут? А вот костер. К сожалению, нельзя зажигать при помощи игни. Люди боятся, видать. Так, два серебряных. И два бронзовых. Что это вообще такое? Нет. Ну это по пьяни, типа, да? Здоровье. Это уже поздно качается. Сопротивление нокауту. Да. То есть это действует только, когда у меня кровопотеря. Ну это, в принципе, не хочу качать. Иммунитет к ослеплению. Длительность воспламенения. Вероятность остановить воспламенение. То есть, в принципе, могу вкинуть два серебряных таланта сюда. Иммунитет к оглушению. Вот это бы вкинуть, да? Затраты энергии при атаке. В смысле? А что, энергия тратится, когда я бью, что ли? Херня. Интеллект. Мощность знаков. Ритуал. Получение ингредиентов. Позволяет делать бомбы. Мощность знаков. Ну это, типа, не хочется как-то качать, знаете ли. Арт. Пока тоже. Давайте смотреть силовой стиль. Ого. Тут еще можно вкинуть. Но это на групповой. Это против людей хорошая штука. Вот, блин, я быстрый не прокачал почти. Не грамму. Печально. Давайте вкинем, да? Атака плюс 100%. Вот тут еще и уклонение. Блин. Боль. Вот, повреждение 30%. Повреждение 60%, когда ослеплен. Ааа, просто прелесть. Ну давайте сюда в повреждение, потому что я довольно сильно использую этот стиль. Так, куда бы еще бронзовый талант это вкинуть? Сюда нужен бронзовый, да? Ну а вдруг ослепление прокнет? Ну почему нет, да? Так, ну давайте промедитируем. Ну вот где-то до рассвета. И норм. Серию начали с прокачки. Так, что у нас по квестам-то? Мне нужно по-прежнему найти рыболюда. Этого конченого, который должен приходить к статуе, владычице. Но что-то как-то его там не было. Давайте сейчас туда сходим, потому что с Алиной я, в принципе, чувствую, разберусь довольно быстро. А вот с Перемирием хотелось бы разобраться уже. К тому же там может с Берингаром, чё, какой-то новый диалог появится. Мало ли. Почему? Дедушка, успокойся. Всё, всё простимо. Всё простимо. Берег озера. Я не знаю, прав ли я был по поводу того, что у Юлиана потребовалась статуэтку. Алин? Да. До встречи. Ладно. А чё тут делаешь? Просто стоит тебе, окей. Ладно, стой. Вроде врагов тут никаких нету. Склеп, костёр. А вот и Берингар. Может, ты мне чё новое скажешь реально? Чувак, как-то скучно без тебя. Да? У меня такое чувство, что ты мне не всё рассказал. Какой проницательный. Ещё кое-что. Саламандрам нужен Альвин. Не знаю, зачем он им, но он для них важен. Они послали меня сюда, чтобы найти его, но я не собираюсь этого делать. Как только я заработаю несколько аренов, я отсюда отчалю. И ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах? Ничегошеньки. Тогда одна просьба. Держись подальше от Альвина. Да? Ну, молодец. Будь здоров. Чё, только это по-прежнему не всё. Любопытные факты. Может поговорить с Берингаром через некоторое время. Альвин. Ну, ты, в принципе, ничё мне сказать не хочешь. Ладно, давайте подождём где-то сутки, да? Ну, может быть, да, он что-то мне расскажет. А вдруг? Я в любом случае собираюсь идти искать того водяного. О, заспаунился. Красавчик, Альвина. Просто молодец. Берингар. Да? Будь здоров. Ладно. Фиг с тобой. Не будем. Не будем париться по этому поводу. В принципе, игру я могу пройти и без тебя. Но хотелось бы как-то завершить твою историю. Потому что... Как бы ты всё-таки один из ведьмаков. Один из последних, даже можно сказать. По крайней мере, Школы Волка. Ну, чё, этих рыболюдей тут нету? Да вроде нет. О, вон он, вон он, вон он. Есть. Ох, как мне повезло вообще. Девочка, не мешайся. Что ты хочешь? А я что-то знаю. А я что-то знаю. Думаю, ты хочешь об этом рассказать. Тот забавный рыболюд вернулся. Ага. Злые рыболюди всё съели на алтаре владычицы и ушли. Мерзкие гады. Жрец водяной вернулся. Мне нужно с ним поговорить. Это хорошо, девочка. Ты молодец. Надеюсь, он не смылся. Да, вот он есть. Хорошо. Я уже переживал, что этот квад забаговал. Оказывается, всё нормально. Я взял работу Беренгара на себя. Расскажи мне подробнее, что здесь происходит. Мы жить под водой глубоко-глубоко. Мы чтить владычица. Но не все её любить. Много кто бросать владычицы и идти к догон. А не убивать люди. Я просить, пусть твой меч не любить догон. Я тебя хорошо наградить. А, понятно. Ты идти до деревни, красть жирные корову. Ты её резай, догон, выходить. Ты его не любить. Я тебя наградить хороший, дать тебе меч. Ты хочешь, чтобы я привёл сюда корову и с её помощью выманил догона? Нет. Ты не любить, корова-чемпионка. Много крови на алтаре. Догон, выходить из воды. Я должен прирезать её на алтаре. Этого не будет. Этого не будет. Перемирью конец. Владычица озера хочет помочь нам решить этот конфликт. А что ты говоришь? Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Вряд ли люди будут жить в мире с вами, если вы прирежете их любимую корову. Как я не любить догона? Я разберусь с догоном. В этом я заботюсь. Ты должен отдать мне. С корову быть бы лучше. Я слушаться, Владычица. Ты забирать. Ох, блядь. Посох жнеца. Давай золотой браслет, наверное, да? Золотой браслет. Типа, ну, я хз, да? Посмотрите, какой из подарков водяного понравится Владычица. Ну, чё, пошли тогда? Пошли тогда сплаваем к Владычице. В принципе, лодочка-то тут должна быть, да? Этот король-рыбак. Этот супер-разговорчивый чувак. Он, в принципе, не против, что я его лодкой буду пользоваться. Так, ну хорошо, хоть тут враждебных рыболюдей нету. А то эти селёдочники уже запарили. Ну, обойди сам, ладно, обойди сам. Ты лучше путь знаешь, чем я. Я надеюсь, нам сейчас дадут подраться с догоном, потому что, ну, это как бы интересно. И, насколько я помню, это довольно-таки серьёзный противник, мать его, ёб. Поэтому придётся попариться. Вон там, я вижу, торчит часть алтаря догона. Где ты, Владычица? Вот она. Что такое? Да там ж мелко, ёб. Привет. Я говорю с Беренгаром. Его не интересует предназначение. Моё видение определённо касалось тебя, Геральт. Что ж... Когда придёт время, я наделю тебя даром. Он тебе поможет в твоей трудной дороге, Беловолосый. Окей. Так это же не всё. Да? Госпожа, что случилось с теми рыцарями в сияющих доспехах? Виной всему легенда о священном Граале. Мои храбрые рыцари, по неизвестной мне причине, отправились выполнять миссию. Зачем? Они утверждали, что найти священный Грааль – это их предназначение. Увы, моих сил недостаточно, чтобы противостоять предназначению. Я не смогла направить бедняк на верный путь. Грааль так и не нашли? Именно так. Разве ты не слышал легенду о священном Граале? Мы не о той сказке говорим с тобой. Я потерял память. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден, но отлично разбирается в легендах о священном Граале. Я навещу его. Хорошо. Но если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссией, поверь мне, я могу и разозлиться. Да ладно, прекратите. Госпожа, это то, что тебе нужно. Именно. Возьми это. Одной капли моей крови на алтаре Дагона будет достаточно, чтобы вызвать его на бой. Оооо. Да ладно. Че, прям так просто? Ну все тогда. Че, погнали. Сейчас мы эту водяную Чупакабру будем резать. Резать серебром. Это же где-то здесь, верно? Ну да, вот он, алтарь Дагона, где-то там в лесу. Ебать тут королевских виверин, конечно. Ну давай, че, давай. Давай. Воа. Продолжение следует... Продолжение следует... Ага, то есть если я нанесу ее, допустим, на серебро, да? То я смогу бить, получается, любым стилем. Ну, то есть они не будут, там, например, как-то сильно выебываться по поводу того, что я их бью, например, не тем стилем, под который они заточены. Я могу ловкачей бить тяжелым стилем. Это хорошо. Такс, у меня по-прежнему только один кусочек в доспехах, но, по-моему, остальное там будет в пятой главе. Так, ну такой, типа, да? Меч не очень. Я тут все прочитал, но... Да давайте это выбрасывать. Чтобы не валялось. Чтоб не засоряло. Инвентарь. Контрактные яйца виверн. Ок. Так, сохраняемся. В отдельный слот, пожалуй. И херачим ласточку, потому что... Потому что надо. Белая чайка, пурга. Арсамаха. Давай одну. Ну хули, погнали. Так, он сегодня умрет. Офигеть там, конечно. Где там это... Рубин, Владычицы озера? Куда его поместить? Может, вот сюда? Да? Запахало. О, плывут, плывут, смотрите. Ой. Что-то большое плывет. Ну да, такой, типа. Не маленький. Давай драться, мать твою. Ого. Хера у тебя, харя. Слышь, подожди, я тут забыл одну штуку сделать. Надо на меч нанести. Бейся! То есть. А чё не прокает-то? Бляха-моха, бляха-моха. Вы чё такие странные, страшные ублюдочные? Они, похоже, заперли меня в угол. Надо убить вот этих вот помощников. А он их, типа, в любом случае призывает. А, про нему походит демэдж. Всё нормально, значит, живём. Типа чё-то анимация периодически ломается. Это меня. Оу. То есть. Я победил? Нормально. Нормально. Нанесено. Ну, ещё 23 часа будет держаться. Неплохо. Рыда солнца. Слизь догона. Это для очередного мутагена. Ну, то есть, в принципе, да, для мутагенов нормально. Мутагены, это хорошо. Но это было не сложно. Я, типа, думал, это будет как-то сложнее. Ну, ладно. Окей. Чё, порешали. Где там ты, владычица? Тащи сюда свою тощую жопу. Мне показалось, что тут спуск какой-то. Так. Чё-то я сам пошёл, зарешал того догона. Вообще, без всяких проблем. И теперь, и теперь только. У них может наступить какой-то мир. Потому что я всё-таки уничтожил догона. И этот рыба-человек, он сможет смириться теперь. Ему не нужна корова. Дагон убит. Я убил догона. Спасибо, Геральт. В благодарность я приподниму завесу тумана и позволю тебе вспомнить кое-что из твоих прошлых способностей. Закрой глаза. Поддайся моей силе. И на минуту спадёт пелена. И ты вспомнишь какие-то из своих старых умений. Благодарю, госпожа. Используй мой подарок с умом. То есть? Это всё? Это, это, то есть, то есть, всё, что она дала, это там какие-то из моих старых умений? Вот вообще что? А ну подожди. В моём прошлом прохождении ты давала мне меч. Где он, блядь? Но? Я счёл это лучшим решением. Да? Что? До встречи. Это всё, блядь? Ну заебись. Это всё не очень хорошо, потому что, блядь, мне нужен улучшенный серебряный меч. Ну да хер с ним, может, типа, потом. Так, кого я обманываю? Не будет у меня уже нового серебряного меча. Что-то явно пошло не так. Ну, ладушки, ладушки. Ничего страшного, я и так пройду игру. Чё там париться? Может, типа, сейчас пойду побазарю с водяным, побазарю с Юлианом, и всё пройдёт. Типа, примет она мою сторону. Норм. Рыбак. Тут тусуется. Надо будет ещё зайти к этому старому на болотах. То есть, на болотах, на полях. А он там тусуется или уже ушёл? Не вижу. Уже ушёл, ссаный, мудак. Ну ладно. В таком случае... Мы пойдём... По какому-нибудь из квестов. По какому? Я узнал любопытные факты через какое-то время, да? Ну, пошли, чё. Найдём Берингара. Надеюсь, ты, Берингар, позговорчивее на этот раз будешь. Да? Будь здоров. Как обычно. Ну ладно. Ладно, чё. Квест у меня там на этой ихней перемирье, блядь. Есть или нет? Матчи-секреты. В зиме. Теперь надо... Угу. Переждать имя бады. Лифийские записи министреля. Пойдёте обыскивать скрепы. Основы покера. Круги альпов. Мне нужно зайти к Юлиану за вознаграждение. Три яйца королевской виверны. Да я их, типа, даже и не собирал как-то. Для ремесленника эльфа четыре хитиновых панциря. Вот этой херни. А кому я их продал? Типа, по-моему, я кузнецу их продал. Или кузнецу, или Юлиану. И к тому, и к тому я, в принципе... Нет, скорее всего, Юлиану. Потому что, ну, типа... Ну, я не знаю. В принципе, мне деньги уже не нужны. Так-то, да? Может, там ещё насковку доспехов. Если я всё-таки до них доберусь. Мне ещё нужно будет атак. Всё, в принципе. По экипировке всё. У меня есть хороший меч. Да, вот этот вот, что я раздобыл. Типа, повреждения плюс 50. Вероятность обезоружить противника критической боли и точного удара с плюс 40%. То есть, вообще, очень и очень хороший. Намного лучше, чем мой предыдущий. Ну, и в принципе, да и красиво выглядит. Я не помню, есть ли лучший меч, но... Да, не будет уже свадьбы. Расходитесь. И заглянем к Юлиану, и тогда пойдём, наверное, решим вопрос с Алиной. Трактирщик... Трактирщик... Юлиан... Юлиан... Геральт? Да. Я куплю все шкуры Василиска, которые у тебя... Если поторопись... Трактирщик... Угу. Окей. Ага, у него только три есть. Ну, это херово. Если у него есть только три... Мне надо четыре. Не... Ну, шаль, в принципе, одну оставлю, пускай будет. Это печально. Ну, давай ещё вот эти камушки, то вдруг... Типа будет не хватать там. Так, трактирщик, лютик... А чё, я всех отмудохал или кто-то ещё остался? Сильный, профессиональный... Кулачный боец, сильный боец, кулачный боец... А тут чё, типа, именных персонажей каких-то нету, да? Давай с тобой, профи, подерёмся чё. Это... Давай на... На сот... Ну, ладно. Не, давай на сотку чё-то. На сто тридцать пять было. Не! Не, зассал! Это кто? Зассал, зассал. Да? Ну, вот. Сто восемь и восемь отмотали. Увидим, какой на самом деле этот беловолосый. Посмотрим. Ну, давай, давай. Иди сюда. Ща мы с тобой, профессиональный кулачный боец, будем разбираться. Кому бы тут заехать мне, боец? Да какой-то ты не очень. А, посмотри, чё у меня там по квесту, этих кулачных боёв. Поколотил ты меня как следует беленький, заслужил хорошие деньги. Сильный, 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 профессиональный, сильный. Как хочется врезать кому-нибудь. То есть, в принципе, кулачных бойцов тут каких-то крутых нету, да? Синеглазая девушка. Ну, типа, мы уже не сможем этого проверить. Почему? Да всё на самом деле просто. Лишь по той причине, что мы уже больше никогда не попадём в зиму. Так, секреты Берингара. Удыщица озера. Обещала меня ударить. Херня. Прошлое ебанное. Так, охота на дикую охоту. Я собрал корни мандрагоры? Да? Нет, сомневаюсь. Кулачный бой. Я должен встретиться с учителем скалы у кладбища на болоте. Ага, ну там я тоже ещё не был. Ну, это замечательно. Хорошо. Ладно, пошли разбираться с Алиной в таком случае. Ну, типа, больше у меня никаких вариантов нет. Так, ну чё, ребята? В принципе, это где-то здесь. Она, по идее, обитает у Малинника. Скорее всего, да? Ну да. И надо будет ещё заклинуть к старику и спросить, чё там по поводу Святого Грааля. Алина, посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это... Так романтично. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую, только немного холодно. Странно. Здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Геральт, а почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива, потому что думает о своей свадьбе. Но она всё ещё не знает, что она привидение. Возможно, просто зеркало не холено и недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Однажды я слышал легенду о Полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаарца. Но я не помню, чем та история кончилась. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Я обещал Юлиану освободить его возлюбленную. Геральт, а ты кого-нибудь любишь? Я... я не знаю. Жалко. Тебе нужно влюбиться. Ну хера. Ну а чё, давайте найдём корзинку. Почему бы и нет? Круг элементов, круг элементов. Катуидов. Давайте в лачугу пойдём. Тут я был, насколько я помню, в этом склепе. Там, типа, вообще ничего нет. Я думал, там будут какие-то... Ну не знаю. Какие-то записи, типа, этих министрелей или хотя бы части доспехов. Но нет. Надо поговорить со стариком. Узнать, чё он там по поводу святого Грааля знает. И туда уже отправимся по своим делам далее. Отшельник. Отшельник. Чем? Ты знаешь, как помочь духу вернуться в царство мёртвых? Ты имеешь в виду кого-то конкретного? Алину. Она превратилась в полуденицу, и я пытаюсь помочь ей. Алина владела редким и могучим... Это я знаю. И каков эффект? Никакого. Бля... Вот, к ней ближе. Они могут знать, как решить эту проблему. Спасибо. Всего доброго. Это не всё, старый. Чем... Да, я кое о чём... В чём дело? Ё-моё. Вот про святой Грааль. Я слышал, что ты хорошо знаешь лег... Ты ищешь святой Грааль? Возможно. Сперва мы должны поговорить. Ты должен знать, что легенда о святом Граале изучалась много веков. Её интерпретировали и так, и этак. Уверен, что ты можешь подбить для меня итоги. Ключевые факты о самом Граале. Скажем, три теории. Говорю же, их сотни. Но хорошо, три так три. Классическая теория, которую я полагаю более истинной. Теория заговора. И, наконец, самая загадочная, философская или мистическая теория. О какой рассказать? Давай, я не знаю, давай классическую. Расскажи мне классическую. Хороший выбор. Слушай, Грааль – это чаша, могущественный магический артефакт, значение которого неизмеримо даже для самых могущественных чародеев. Чаша обладает силой исцелять все недуги, отравы и раны. И боль обратится в силу. Одна из версий также гласит, что в руках истинного правителя Грааль может исцелять всю его страну и защищать ее обитателей от опасностей, чудовищ, катаклизмов и так далее. Звучит похоже на баллады Лютика. Не хватает только любовной истории. Тот, кто изопьет из этой чудесной чаши, исцелится, окрепнет, обретет просветление и постигнет истину. Продолжай. Рыцари веками искали Грааль, но ни один не смог его найти. Даже благородный Лансел и храбрый Борс не справились с этим поиском. Я слыхал, что даже великий магистр ордена Пылающей Розы интересовался волшебной чашей. Есть какие-нибудь конкретные указания? К сожалению, я знаю только то, что почерпнул из книг. Ну ясно. Ну все, спасибо, че. Спасибо тебе и прощай. Возможно, владычица озера... Ага, это проблема Лины. А квест на чашу не дали. То есть, в принципе, это просто легенда. Ну ладно. Ладно, дорогие друзья, пожалуй, на этом я завершу свою серию. Потому что, ну, как бы, время подходит к концу. В следующей серии мы поговорим уже с Абигайл, узнаем, что все-таки нужно о Лине, чтобы упокоить ее душу. И... Пойдем еще раз попробуем получить какое-то вознаграждение-подарок от владычицы озера. А на этом все и всем всего!